Днем 14 марта появилась информация о пожаре в недостроенной высотке на Бурашевском шоссе в Твери. Здание полностью охватило огонь. По сообщению МЧС России по Тверской области, в доме номер 60 по Бурашевскому шоссе произошло возгорание на втором этаже и задымление на других этажах высотного здания. По первоначальной информации горел битум, по другой предварительной информации произошло возгорание защитной строительной сетки на фасаде здания. Никто из людей не пострадал. На месте работали отделения нескольких пожарных частей областного центра. Спустя 7 минут после поступления сигнала о возгорании специалисты Главного управления МЧС России по Тверской области прибыли на место. В течение 20 минут ликвидировано открытое горение. В результате огнем был уничтожен утеплитель на стене на площади 500 квадратных метров. Конструкция здания огнем не затронута. На место пожара выезжали сотрудники Следственного комитета и прокуратуры. Прокуратура Московского района города Твери контролирует установление обстоятельств пожара недостроенного многоквартирного дома на Бурашевском шоссе города Твери. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарной технической экспертизы. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Московского района города Твери Андрей Воколюк. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре района. Вот так выглядит высотка после ликвидации возгорания. Предположительная причина пожара – нарушение правил при проведении пожароопасных работ. На своих экранах вы видите салон электропоезда «Москва-Тверь». Одна из пассажиров задремала, положив свой телефон на откидной столик. Этим воспользовался неоднократно судимый пассажир, 82-го года рождения, житель Московской области. Мужчина забрал телефон и скрылся. Но вскоре его личность установили сотрудники транспортной полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник, который не успел покинуть Тверскую область, был задержан и доставлен в дежурную часть линейного подразделения. Мужчина сознался, что воспользовался ситуацией, похитил мобильник спящей попутчицы. Электропоезд он покинул на станции Чуприяновка, где практически сразу продал телефон случайной прохожей. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Следственный комитет предупреждает. В Тверском регионе возросло число телефонных мошенничеств с использованием номеров правоохранительных органов Следственного комитета, полиции, ФСБ. Обращаем внимание граждан. Сотрудник Следственного комитета, ФСБ, МВД не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени силовых ведомств, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета, либо с целью обезопасить сбережения, это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудникам Следственного комитета, ФСБ или МВД, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим. Будьте бдительны, уважаемые земляки.